Ладьевят сидят. Всем доброе утро! Сегодня у нас тепло, замечательно. Какие планы? Сегодня планирую ехать на огород к свекрови вместе с Игорем. Посеять буряки, посадить кабачки, патиссоны. Не знаю, пропалю клубнику или нет. И насчет тыквы. Я вам показывала, что я замочила тыкву. Я ее два раза перемывала, потому что она начала портиться. В плане вот эти вот скользкая оболочка. Она не довела до того, что там уже вообще капец промыла. Вчера пострела в интернете, написано в сольвом растворе промывать. Марганцовку не замачивала. Вот все промыла, опять выложила. Но ни одно зернышко не проклюнулось. Вот сколько было семян разных расфасовок у матери. Я всех там разных сортов пожмений взяла с разных мешочков. Думала, хоть какой-то да взойдет, чтобы знать, какие свежие, какие не свежие. Но я не знаю, ни одно семечко не зашло. Может еще рано. Это когда я, во вторник, наверное, во вторник или в среду, в среду, наверное, был Юрия. Мне писали, что на Юрия садятся тыквы и огурцы. Но я говорю, замочила и ничего нету. Сейчас покажу. Я уже вчера и пакетиком накрыла, потому что до этого просто вот так вот был мешочек этот полотняный. И он пересыпал, я воду подливала. Ну вот, так они выглядят. Я раздавливала, вроде как, ну, расщелкивала. Семечко не гнилое. Вчера, когда промывала, те, что посплывали, тоже поубирала. Ну и, кстати, всплывают вот эти оранжевые все. Ни одно семечко не потонуло. Вот. А эти, получается, они набухшие все, но не проросли. Надежда еще остается. Я сейчас Игорю сказала, он поехал туда, к матери пока. Сказал Игорь, спроси, может, у матери подружек, у кого тыква есть, если семечки есть, чтобы поделились. Потому что, ну, сейчас прозеваем сроки и все. Эти пускай будут. Если набухну, то завезу, еще посажу. А так, сажать в землю пустые семена, которые не проросли, не хочется. Так, что еще? Сейчас Игорь набрал в теплицу воды. Нагреется немножко вода и польет он перцы, помидоры. Потому что пару дней будет жара. Капельный полив еще рано разворачивать. Вот. Ну, не знаю, может, уже. Ну, пока не до капельного. Он набрал воды, сказал, полью так. С утра набрал, чтобы в теплице нагрелось. Я варю поросятка. Варю опять картошечку. Ну, так как у меня больше пока надробленного ничего нету, поэтому опять кукуруза. Кукуруза вот такая у меня, как мука. Вот он сказал, кукурузу желательно попозже, на откорм. Ну, едят вроде как нормально. Комбикорм Игорь купил не для молодняка такого, который только родился, а от 60 дней. Вот. Я комбикорм, ну, мне пишут многие, может, кто-то, ну, его сухим, их поросят сухим кормом кормили. Я попробовала, взяла сухой этот комбикорм, насыпала в корыце. Они как бы вроде ели. Не скажу, потому что налетели такие, знаете, с голодухи. Они кушали. Буду показывать себя. Они кушали. Потом я развела вот эту картошку с овсянкой, с кукурузой, сваренную водичкой. И вылила во вторую сторону корыта. И они побежали есть вот эту юшечку. И комбикорм почти потом уже и не трогали. Они это все выели, которая картошка вот с этой, с кашей. А комбикорм так и остался Игорь, отдал курям. Поэтому, не знаю, пока экспериментирую, так не сильно такой эксперимент. Мне сказали, ну, в комментариях, спасибо большое, во-первых. Много людей у меня опытных и лекарства, там какие-то бабочки. Все почитала, как его листогонить будем, чуть попозже. Вот он сказал через три недели. Мало ли, может, он там что-то и колол. Хотя он сказал, что не прокалывал. Ну, а почему именно через три недели? Поэтому раньше боюсь. Тем более, что ветеринар тоже сказал, они еще маленькие. Там, навряд ли, глисты так выросли. Не знаю, кто-то пишет, что сразу, когда от груди отнимают. Вот. Ветеринар сказал, надо было крестогонить свиноматку. И прививки свиноматки делать тогда, чтобы поросятам этого не делать. Ну, не знаю. Каждый, наверное, по-своему. Как и врачи. Есть разные. Так, у обычных людей. Так и у людей. Так, по своему опыту советы дают. Поэтому я все читаю. Мне очень интересно. Прислушиваюсь. Спасибо за советы. Вот. Куплю, наверное, этот рыбий жир в бутылках. Потому что я канал смотрю. Вот мне там многие писали. Свиник как бизнес. Да, вроде так. И Новикова Андрея смотрю. Вот. Не так, чтобы там фанатично. Но я на них подписана. Смотрю периодически. Ну, вижу, что этот рыбий жир они любят. Поэтому никогда не давала. Но можно попробовать. Это хорошо. Я думаю, жиры будут неплохо. Вот. А сейчас, может, вечером Игорю скажу, чтобы у нас ячмень, кукуруза и пшеница. Вот, может, чтобы ячмень помолол. Я не знаю. Может, не ячмень. Наверное, ячмень. Вот. Чтобы зернодробилкой помолол. Чтобы кукурузу не давало пока. Может, еще тяжеловато. Ну, смотрю по хвостикам. Пока вроде все нормально. Еще мне сказали, можно эту. Шелух от яиц. Немножко шелухи сейчас добавила. Потому что буду делать сейчас сырнички. У меня творог стоял. Никто его не ел. Сделаю сырнички. Вот. И шелух от яиц поросяткам пойдет. И когда жарили шашлыки, мне сказали Наташа, чтобы написали в комментариях, чтобы хорошо было с желудком поросят. Мы даем эти угольки, древесный уголь. Поэтому вот я взяла из мангала пару этих угольков с совочком. Кинула им. Ой, довольны. Грызли. Не знаю, может им шашлыками пахло. Так что они вчера тоже там отпраздновали угольками. Ну, с каждого совета беру себе по чуть-чуть. Вот. По своим возможностям. Что есть купить. Что есть кормить. Присматриваюсь. Там посмотрю. Вот мне говорят, сухой корм. Ну, кто-то не сырой картошкой, допустим, вареную картошку отварил. Потом ее помял. И посыпал, не запаривая. Вот зерном, зерносмесью. Кабачки туда. Тыкву натереть. Вот. Зелье разное. И рядышком вода. Ну, можно и так. Ну, мне кажется, когда чуть постарше будут. Посмотрим. Может, по чуть-чуть подмешивать. Такую вот влажную мешанку делать. А потом, чтобы водичка стояла. Будет интересно. Посмотрим по-разному обстоятельств. Как там у нас буряки. Дай бог, если взойдут. Тыква, видите. Сажаешь одно, а вырастает другое. В этом году помидоры. Что-то вообще недовольно. Стоят на месте. Еще у меня такого года не было. Перцы, слава богу, неплохие. Ну, перцы со своих семян. Вот. И горшки в этом году побольше. И это. И подкармливала их. Помидоры тоже подкармливала. И тоже вроде как и в таких горшочках были. И это. И в маленьких горшочках. И семена должны быть нормальные. Потому что, как бы, сортовые человек занимается. Вот. Ну, не знаю. Почему вот такие. Даже у меня с моих семян. Вот я вам сейчас покажу, какие помидоры. Ну, вот. Это с моих семян помидоры. Я с окна сняла. Земля здесь моя. Перегной получается. И земля с огорода. Она каменная. Я постоянно поливаю, чтобы корка не схватывалась. Потому что у меня, говорю, глина с песком. Ну, и, наверное, из-за того, что такая земля, им немножко не хватает корма. Видите, листики такие с желтыми прожилочками. Желтеют. Вот. Видите? Желтенькие. Это плохо. Планирую вечером, может быть, их посадить. Лук, который у меня на перо, никому он не нужен. Мама наелась. Брату передала. Вот. Родственникам тоже передала. Короче, все. Лука все наелись. Игорь говорит, вырезай и кроши курям. Ну, я оставлю. Вырву, во-первых. Поставлю в подвал. По чуть-чуть, может, будем есть. У меня Даша не любит. И тоже уже как-то этот лук. Когда нету, то хочется. А когда есть, не едят. Вот. По чуть-чуть цыплятам даю. Курям-то не знаю. Поросятам, наверное, тоже не буду рисковать. Пока зелень давать. Не знаю. Напишите лук. Навряд ли, наверное. Мне написали, крапивку по чуть-чуть можно добавлять. Вот зелье. Можно по чуть-чуть крапивки дать. Но пока разнообразие такое. Это как вот для грудного ребенка. Много всего надаешь. Потом не будешь знать, от чего понос. Поэтому много сразу не буду разнообразия. По чуть-чуть. Вот комбикорм ввела. Угольки дала. Немножко шкарлупу от яиц. Но вот можно крапивки еще добавить по чуть-чуть. Так. Про помидоры. Помидоры вечером планирую высадить в теплицу. Вырву лук. Высажу туда. И во вторую теплицу досажу там, где огурцы. Огурцы. Тоже такого цирка с огурцами у меня не было. Всегда такие красивые. Обалденные. Тоже в этом году землю побоялась брать в магазинную. Из-за того, что помидоры болели. Хотя перцы в магазинной земле, видите, нормально росли. Не знаю, что это такое. Вот здесь тоже моя земля. Перегной вместе с моей землей. Одни огурцы, смотрите, большие. Ну, кое-где кривые листики. Я не знаю, почему они кривые. Видимо, тяжело было с этой семечки вылазить. Где-то вот такие. Вот все на время насадилось. Видите, большой. И вот такое. Все одинаково. Здесь, получается, досадило. Потому что, когда поливала, не знаю почему, оно в глубину туда ушло. Пытался, пытался вылезти. И вылезло что-то такое больное. Ну, по бокам, значит, пытаются корешки пустить. Значит, уже надо пересаживать. Пересаживать вот тут. Ну, может, эти огурцы уже посадить в теплицу. Посмотрим. Так, готовлю кушать. Что у меня? Сырнички. Ну, в этот раз я соду не ложила. Поэтому по вкусу они немножко кислят. Поэтому дети будут кушать с сгущенкой. Я уже ее достала. Дальше с морозильной камеры достала свои эти котлеты из крабовых палочек с сыром, чесночком. Достала 7 штучек. Антошек и нету. Поэтому существенно чувствуется, что меньше надо готовить. Вот. Поставила их на разморозку, микроволновку, как рыба. 11 минут они разморозились. И вот сейчас поджарю 7 штучек. Так, здесь у меня макароны твердых сортов, бантики. Я кусочек масла положила. Чуть не впала. Кусочек масла сливочного положила. Вот сейчас немножко их буду так ворочать, чтобы они не слиплись. Вот. И будут эти макарошки с котлетками. Еще у меня осталось мясо по-французски. Шашлычок. И селедочка есть. К селедочке можно даже вечером просто картошку в мандирах сварить. Помыть картошечку. Отварить. И с селедочкой, и с маслицем, с солью. С лучком, который никто не хочет покушать. Так что вот такой ми обед. Вот здесь сливочки. Чай заварила. Придут девочки, покушают. И, наверное, посмотрим по состоянию, как они себя будут чувствовать. Маша, говорю, Маша, если ты не дешь художку, поехали полоть. Будешь, говорю, лук, а я клубнику и сеять буду. На все, все, я собираюсь. И, говорит, ничего, сейчас придут, поедят и возьмем. Ну, надо брать, чтобы по чуть-чуть помогали. Так, я немножко прибрала. Здесь столько от этих цыплят пуха, пыли. Поэтому здесь все поприбирала, повытирала. Здесь у меня уголочек, это чистые банки. Сок еще остался немного. Молоко на творог скисает. С сыворотку, мне сказали, можно по чуть-чуть, по пол-литра в водичке разводить. Здесь я воду с макарон слила. Мне жалко было ее выливать. Поэтому на этой водичке я им буду замешивать, кушать. Так, ну, здесь тоже все прибралось. Вот в комнате порядок. Так, в зале. Помидоры это я сняла с солнца. Сегодня, думаю, может вечером посажу. Огурцы пускай еще пока стоят. У девчонок тоже порядок. Даша уехала пораньше, поэтому я у нее прибралась. А Машенька сама застелила кроватку. У меня уже будет зацветать цветочек вот этот. Жасмин домашний. Ой, в прошлом году вообще не цвел. Я уже даже засыхал. Видно соцветия? Вот такие вот будут. Они такие ароматные, вот как жасмин цветет. Поэтому, когда увидела, что будут свисти, обрадовалась очень. Так, Игорь приехал, пропылесосил. Я только кухню пропылесосила, а он уже комнаты. Вот сейчас попытается, наверное, подсоединить воду и набрать в эту бочку. Так как жаркие дни, пускай в бочке вода греется. Потому что все равно поливочный сезон надо открывать. Ну и польет помидоры и перцы. Пока я тут готовлю, сейчас покушаю и будем выбираться. Все, приехала моя художница. Всем привет! Ну вот, котлетки такие получились. Сырнички. Открыла сгущёночку. Вот котлеты с макарошками, соусом. И два сырничка со сгущёнкой и чайок. Так, сейчас покушаем и поедем работать. Я в теплице уже наплакалась, уже успокоилась. Пока убирала, готовила. Муж сказала, поставь это, не поли мне, пожалуйста, с утра эти помидоры и перцы, чтобы за течение дня им было хорошо и росли. Хорошо, я, говорит, набрал воды холодной, поставил, пускай немножко в теплице нагреется и полью. Я вам это говорила. Я никак не могла подумать, что он закроет теплицу. Жарище 25 градусов на улице, закрытая теплица. Я выхожу, думаю, ну, наверное, спереди закрылся, это, сзади открыл. Нет, захожу, у меня всё повяло, всё, висит как тряпка. Он мне говорит, прекрати истерику, отойдут. Вот так, говорю, два месяца носи, с тёплой водичкой поливай, подкармливай. Всё, все труды за секунды, за минуты. Сейчас покажу. Вот, тряпочки, тряпочки висят. Всё поскручивалось. Такие хорошие были перцы. Также помидоры. Они уже со своей участью, как я поняла, смирились. Тоже. Жёлтые, то замороженные, то теперь зажаренные. Это кошмар, это кошмар. Но висят тряпки. Просто тряпки. Полила. Очухова. И вы мне говорите, не делай ничего сама, командуй, чтобы тебе помогали. Вот такая помощь. Даша сказала, мама, зачем нам этот огород? Может, его отдать? Я устала, ничего не хочу делать. Этот, говорит, поехали сажать огород. Попросила помочь, пожалуйста. Не истери, говорит. У меня нет слов. Маша, я говорю, что пойду в художку, чем идти на огород. Вот никому оно не надо. Мне больше всех надо. Мне нужны эти помидоры, мне нужны эти перцы. Мне нужны эти свиньи и цыплята, и всё на свете. Им никому ничего не надо. Одно только мне. Всё. Это уже последняя капля была. У меня нет. У меня нет уже сил. Всё, сейчас выскажусь вам. Немножко станет легче и опять за работу. Ну, сейчас немножко взялся ветер. Игорь меня соблазнял остаться дома. Сказал, лежи, отдыхай. Я говорю, за меня всё равно эту клубнику никто не прополит. Взяли мотычку, взяли секатор, грабли ведра. Девчонки оделись. Здесь тоже едут уже в машине. Ну и Игоря заставила заводить машину. И сколько сегодня сделаю, столько сделаем. Посмотрим. Может, на поле не сильно будет ветер дуть. Вот так. То дует, то не дует. У пчёлок вчера нюхала. Возле уля ходила. Так вкусно пахнет. Свежим нектаром они выпаривают. Чего-то несут. Может, дай бог, майский мёд будет в этом году. Попробуем. Так что пускай работают. Приятно смотреть. И мы поедем работать. Всем привет. Всё, пришли мои ученицы. Даша немножко повозмущалась. Ну, молодец-то делась. Ну, конечно, с самого утра. С самого утра в школе. Ну, и Маша тоже целый день. Я тут сама. Маша до двух. С десяти до двух была. С восьми. А Даша с восьми до двенадцати, наверное. Вот. Ну, ничего. Надо немножко поработать. Просто клубника уже начинает свести. Если потом по цветкам не ходить, надо сейчас прополоть. Попросила Игоря остановиться. Смотрите, как черёмха цветёт. Замечательно. Сейчас поедем через поле. Немножко вам поснимаю. Покажу, где картошка, Игорь. Заодно и мне покажет, с девчонками, где мы будем её копать. Вот. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. И мне тоже. Вот репетит всё. Но это поле. Ну, я смотрю, рапс цветёт. Может, мои сюда летают на рапс. Вот. Вот весело. Надо будет тогда быстрее качать. А то в рамках застынет. Вот рапс. А тут картошка. О, колёсами кто-то пометил. Вот. Такое поле. Видите, какие большие поля. Длинные. Сейчас покажут, где именно. Но я вам уже показывать это не буду. Смотрите, какое поле рапса. Хоть, я говорю, сюда улья подвези. Обалдеть. Ну, от дома. Сколько тут от дома? Метров двести, наверное. Да? Какие двести? А сколько? Пятьсот. Какие вообще? Ну, километра нету. Пчёлки далековато лететь. Тут и таз отёл. Дальше рапс. Тоже рядышком. Клубничка уже цвела и её подморозила. Видите, сердцевинки чёрные. Короче, вот. Показываю план работы для девчонок. Ну, не только. И я тоже буду полоть. Так. Я взяла секатор. Наверное, сейчас вот этот край. С одуванчиками высеку. Всё. Берите вёдра в этом вот. Здесь ещё лук надо полоть. Сейчас папу с машины выему. А то он, кстати, решил, наверное, отсидеться. Всё. Видите, люди поприезжают. Тоже работает. Так. Покажу капусту. Я уже сдалека увидела, что она посинела немного. Посинела. О, стоит. Это будет полить. Нормально. Трошки. Посинела. Пойдёт. Вся стоит ровненько. Всё. Может, ещё успею здесь посеять. Не, наверное, клубникой займусь. Посеять может завтра. Всё. Работаем. Я сказала, сначала посади лук. А сколько останется, будет морковка и этот. Морковка будет. Сначала лук сади. Так, девчонки там чуть-чуть полят. А я хотела показать. Смотрите. Секатором. Как классно. Просекла, просекла. Вот мой секатор. Любимый. Спаситель. Беру вот так. О. И пошла. Главное глубоко не заглублять. А вот. Раз, раз, раз. На солнце вообще всё повянет. Вот. Потом загрябать. Учистенько. Но неудобно одной рукой. И тут между рядочков, где получится. Там просто сильно густо. Там секатором не пройду. Пускай девочки тяпочками. А здесь попробую пройтись посрединке секатором. Вот пока ещё трава не заглушила. Надо быстренько всё посечь. Ну всё. Девочки пропололи вот этот кусочек. Ну хоть сколько. Вот. А я уже ту территорию. Кстати, видите, как классно. Игорь после меня загрябал. Я тут посекла секатором. Между рядами. Тяпкой. Так. Сейчас покажу. С этой стороны. Рубчик сделала. Всё. Клубничка прополота. У нас там получается типа канавы. А такое яма выкопанная. И в ней вода немного стоит. Вот Игорь принёс воды. Пройдётся. Прольёт немного эту клубнику. Потому что здесь всё сухое. Так. Ещё там кусочек он. Сейчас сфокусирую. Вот кусочек он там лука посадил. А это я посеяла морковку. Это средне-позднее и позднее. Чуть-чуть. Так. Сейчас пойду. Вот видите здесь ряды с картошкой. А вот этот ряд такой какой-то косой. И вот так сходит. Вот по этому краю хочу посадить кабачок. Ещё у меня спаршивая фасолька. Может немножко здесь фасольки посажу. Продолжаем работать. Игорь там вытряхивает трава. Тут вот вроде нету травы. А там вот прямо пырей. Ещё осталось вот здесь прополоть чеснок. Чеснок с луком. Тоже пыря очень много. Но это не сегодня. Сегодня сейчас пойду кабачки посажу. Кабачки. И ещё может останется на фасольку. Так. Делаю вот такие луночки. Вот на этом хребте. Видите он такой не до конца. Так. Нашла у себя вот такую тыкву. Не знаю зайдёт или нет. Пару семечек втыкну с краешку здесь. Так. Пару вот таких кабачков. Кабачки, цукини. Так. Вот такие патиссончики. И ещё я в прошлом году, вот как эти зелёные, такие были оранжевые. Свекровь давала. Я собрала семена. Вот там где написано патиссоны. Это мои. Ну и пару пакетиков здесь. Четыре пакетика фасольки. Сколько там получится, столько и посажу. Восемь вечера. Мы закончили. Игорь полил клубнику, лук, морковку. Машенька тут ещё тяпала лучок. Мы с Дашей посеяли буряки вот эту вот всю площадку. Ну я сказала, что вы пололи клубнику. Я же сразу засняла. Вот. И всё. На сегодня окончена работа. Я уже дома в теплице садить не буду. Не сегодня. Всё. Приеду, покормлю поросят. Приму ванну. На сегодня мой репортаж закончен.